друзья мои курица моя полностью промариновалась чувствует она себя замечательно судя по ее запаху внешнему виду все очень у нее хорошо что делаем дальше я уже поставила свой гриль на разогрев тут есть у него функция курица я выбрала функцию курицы и теперь что делаю и теперь жду когда он разогреется буду укладывать сюда свою курочку и все больше делать ничего не нужно так к тому же я хотела выйти в эфир в youtube но подумала о смысл тут у меня работы ровно на две минуты целый эфир загружать ради этого в общем я не увидела смысла думаю ладно выйду быстренько в тик ток потом если что тик токовский эфир я сохраню в ю тубе скачаю сохранил ю тубе и люди если захотят смогут посмотреть вот а там пять минут процесс это правильно ничего так то как я мариновала курицу есть видео последние на странице кстати все просто легко до боли ничего сложного благодарю за подарки смотрю вы мне дарите спасибо за лайки друзья мои так что эфир сейчас будет у нас в тик ток быстренько все сделаем благодарю за подарки здравствуйте как вы спасибо большое хорошо первый раз вас вижу может быть я вас не помню даже благодарю за подарок ну что ребята отошли вы медовика я уже отошла даже порядок здесь навела посуду грязную брала заложила в посудомойку жду когда моя слышите это она говорит мне как бы сообщает давай мать стартуем а ну и все делать я с ней больше ничего не буду просто я влупендрю на свою гриль может быть я уберу только специи чтоб они не горели до 230 градусов готовится она будет ровно столько сколько нужно для того чтобы приготовить по системе самого гриля сколько по времени не знаю сейчас узнаем поставим я ее не отбивала ничего не делала прижмем же не знаю правильно ли а ну-ка подождите под запихну спасибо большое может не надо было раскорячить посмотрим как получится их нара отбивают перед этим я этого не делала масло лить не надо я думаю что нет 12 минут он говорит и будет готова я предлагаю час ее 6 минут так подготовить а потом через 6 минут перевернуть может ее отбить надо было добрый вечер нужно наверное поздно да думать про отбивание посмотрим как она у меня здесь будет себя чувствовать вращение закрытая гриль кто-нибудь так готовил интересно меня будет расскажите правильное сделал или нет так это выглядит со стороны гриль не закрыта но 230 градусов я все-таки надеюсь что она ее пропечет посмотрим как называется гриль надо было отбить все получится не переживать спасибо прижмем от гриля сильно дым хоть выноси на улицу вроде не добрый вечер отбивала прям очень сильно буду наблюдать вместе с вами горячее сыр не бывает точно до корову жарю круто получается на гриле сейчас узнаем никогда не отбиваю курицу просто ложу ее на гриль готовлю 13-15 минут очень вкусно получается благодарю за подарок спасибо лайки тем кто ставит привет красотка здрасте медовик можете зайти на мой youtube канал и посмотреть последнее видео очень красотка благодарю он благодарю за подарок как вас зовут ну-ка подождите дайте прочитаю в чем мариновали последнее видео здесь в тик токи есть на странице посмотрите вас зовут я правильно прочитала а break life news это что такое напишите мне буквами как вас зовут иначе сейчас будет как с лукасом прочитаю неправильно и будут вас все звать неправильно я с вами уже два года опачки оль прелесть благодарю охота печень какой-нибудь вкусный рецепт есть я готовила из печень ее в сливка не в сливках в сметане с луком и паштет печеночный да пишите как вас зовут потому что я говорю у меня все имена понимаете вылетают потом людей называют по-другому грибочки не пробовали на гриле еще нет не успели чашку зайцами купили или подарили подарила мне рита девушка на гарнир ничего муж сказал ничего не готовь вот у нас говорят половина времени прошло они треть треть это 9 минут сейчас у нас осталось до конца готовки ольга красотка добрый вечер с калининград здрасте у нас говорится будто бы прошло у час 8 минут до окончания приготовления предлагаю сейчас крыло обратно и сложить а может быть промазать маслом не надо ложат ложат кладут нет слово ложат нет но есть слово положить вы решили со мной посоревноваться в знаниях русского языка масло будет супер масло будет супер давайте посоревнуемся слово ложат нет но есть слово положить хотите поспорить со мной на этот счет дым пойдет от масла добрый вечер хантамансийский округ здрасте у меня была твердые четыре по-русскому твердое не надо масло а пардон класть есть а вообще я могу сказать что если в моем присутствии например человек говорит я ложу например но у меня нет никакого никакой причины чтобы обратить на это внимание я не обращаю даже когда написано не в мой адрес не оскорбление а просто говорят я ложу то я ложу все я никогда в жизни не сделаю замечание благодарю за подарок но если вдруг мне хамят и в этот момент делают какие-нибудь такие ошибки то я додолбаюсь по полной капучке я задолбаю этим русским языком мало не покажется в ютюбе нет эфира благодарю за подарки потому что что здесь показывать положить это класть а ложить это тупить благодарю за подарки ну что я не знаю прям приготовиться а я думала он уже не нужен добрый вечер что готовите вы уже кино посмотрели а мы уже торт приготовили и готовим курилка ну вроде еще готовится пока шкварчит меня смущает только то что она как будто у меня на полочке лежит хочется ее постоянно прижать точно знаешь про робот вы про робот пылесос мне нравится но никого не убеждаю благодарю за подарки может ее разрезать на части уже сейчас ничего не будем делать рецепт батона есть на странице все рецепты есть на странице благодарю за подарок все рецепты есть на странице все еще четыре минуты говорить башкирия привет мне кажется что она так лучше прожарить смотри она же сгорела шкурка у нее но я не буду открывать страшно может ее на собственном на ручном режиме на 200 поставить и подольше хотя на каком уровне на курином ждать лучше посмотреть как она приготовит благодарю за комплименты благодарю за подарки чистюля все аккуратно пергаментной бумагой надо застилать не киска где-то гуляет не знаю там что ли она в комнате ну да это пока приспособишься три минуты ну сейчас она у меня когда приготовится я прям грудку разрежу посмотрю я не могу обожаю ваши ответы хейтерам жалко что хейтеры не обожают было бы веселее а они жалуются привет из Германии приятно тебя смотреть благодарю за комплименты здрасте что приуныло 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 думаю что курица у нас будет сырая обожают распишут дальше бульгария на улицу никогда не выходит привет с Казани здравствуйте всем она же у нас домашняя лейдзи привет Москва здрасте Болдина добрый вечер что готовим курицу здравствуйте курицу готовим пол курицы при дачу новую купили тоже хочу собачку не хотим спасибо за ответ да было бы за что стерилизовали давно Оля с семьей хоть общаетесь с вашей нет а что вы хотите чтоб я с вашей семьей пообщалась смотрите а то они вас разлюбят ко мне захотят переселиться форму для коржей можно конечно заказать в интернет магазине дачу не хотите хотим подарите привет из Томска здрасте Нурсултан передает привет здравствуйте Калмыкия готовит с нами Белоруссия гарнир будет не будет у нас жарко дома подгорает иногда вот прям сейчас подгорела шкура я не знаю я негодую одна минута осталась Самара привет Казахстан здрасте не знаю какая получится первый раз вот так курицу готовлю пол курицы там вообще нарисовано целое кухонные весы есть советовать не могу привет стоит брать кого брать Казань брал Липец брал почему так резко отвечаете а как надо медленно тягуче если вам не нравятся мои ответы вы можете например выйти из эфира ссылка на интернет магазин есть да в эфире все вот он нам говорит что готово он нам говорит что готово мол мать открывай открываем смотрим твоя за ногу здравствуйте поджаренная леди леди подгорейди подгорейди она сделала ладно покажу вам не бойтесь привет с Питера здрасте сейчас я вам покажу какая она стала ой что это господи сути не туда ткнула ну и что готовлю борщ и подливу правильно и делаете видите какая она у нас ну и что давайте разрезать смотреть какая она курочка в шоке она еще не готова сейчас узнаем у меня тоже почему то такое складывается впечатление но мы посмотрим ой хрустящая эта корка мы с вами сейчас это узнаем друзья мои да сырая как миленькая сырая твоя за ногу а я предлагаю ее тогда вот так сделать а вот здесь оаа смотрите здесь с краю готовая а здесь сырая шарман шарман сырая сырая переворачивать не будем это же грыль друзья мои что вы не знаете что грыль не переворачивают м режим и воткнем температура будет у нас двести сто восемьдесят температура будет сто восемьдесят давай и жарится пусть сто восемьдесят температуру ей влупендрила вот поэтому надо было отбить вот поэтому люди готовят и понимают как им надо готовить в следующий раз нужно было отбить добрый вечер сквери здрасьте всем здрасьте завернуть фольгу хорошо оно готовится и нет духовку я не буду делать большевата курица да сейчас мы вам сделаем будет у вас и чемпион и все остальное выключим вас я никуда никого засовывать не буду друзья мои зачем я еще буду сейчас разогревать духовку на пять минут здрасьте не буду пусть оно так готовится но то оно и гриль я рассчитывала покупая гриль что у меня будет работать просто гриль как много знающих как жить и мало хорошо живущих точно горячее сыры не бывает что готовим корнишоны приготовиться быстро сейчас дойдет тоже такой гриль но что оно но руки до него не дойдут никак вот видите а я тут уже и борщ собиралась варить гарнир какой никакого гарнир будет моя любовь безграничная и помидорчики зеленые соленые пусть жарится я покупала гриль не для того чтобы после гриля еще куда-нибудь ее закликнуть пусть сидит а тут не видно сейчас в общем на режиме курица она у меня вот так поджарилась да но не приготовилась 14 минут ей оказалось недостаточно потому я включила ручной режим выставила температуру 180 и сейчас поставила ее чтобы она пропекалась как я поняла что она не готова я просто разрезала грудь и увидела что вот здесь в грудке она сырая ну и вы видите так что теперь она у меня готовится еще дополнительное время ну ждем она вот тут у меня уже даже подгорела подруга попробуем что получится матрешка здравствуйте какая у вас гриль какой у нас гриль редмонд гриль редмонд добрый вечер тоже хочу вкусно наверное 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 не знаю узнаем может и нет в обществе в области передумала его покупать уже вы мой гриль отправился в шкаф к вафельнице мультиварке и остальным нужным вещам если какие не знаю дорогой гриль дорогой да дорогой я купила за дорого люди говорят что за десять тысяч бывает я купила за восемнадцать ну а шо почему бы не потратить восемнадцать если есть восемнадцать правильно без лоха как говорится и жизнь плоха нет я сейчас про вашу достопочтенную сеньору меня про меня а многие сказали что десять тысяч она стоит все получается все получается у тебя всегда все получается ну не всегда не всегда не всегда у меня все получается ну надеюсь в этот раз что-нибудь да получится добрый вечер здрасте ну что ж я не успокоюсь я буду просматривать вот готова ли дочь попова блин ну чуть-чуть прям понимаете вот миллиметр у нее не дожаренный это будет вообще у меня муж такое есть не будет ему надо чтобы прям она вся была суровая готовка покупала за двадцать один такой но мне многие написали что стоит десять тысяч в видео если вещь нормальная то не жалко такие деньги отдавать сегодня видео смотрю с удовольствием много возвратить благодарю за комплименты за подарки вчера такой гриль рекламировали в передаче звезды в эфире чтоб сухая не была так она с кровью понимаете как всегда вкусняшка но это еще надо посмотреть вкусняшка или не вкусняшка тут гарантии еще пока никаких нет кожа подгорит правда хорошо пока все внутри прожарится здесь ты без дисплея что за зверь есть хочу тебе учительницы работы да вы что упасти божьей я же не вытерплю этого учителем я точно не смогу это не мое призвание мое призвание вон курицу воспитывать чтоб она приготовилась до того как превратиться в уголь пусть все будет так вкусно готовить сто процентов благодарю а мне гриль подарили не хочу знать сколько он стоит просто кайфую с ним правильно и делаете дешевле только подделка или другая комплектация комплектация у нас нормальная только горит одинаково при любой нет сверет картоха сегодня гриль только для бутеров ну я с вами не согласна нет на гриле мы многое готовили уже из яльчики здрасте фритюрница имеется у вас на кухне нет вот что что фритюрница даже мне никогда не приходило в голову купить оля вы как всегда поздно ужинаете у нас время 19.32 что значит поздно что два часа ночи оля напуй песню мы затопим в доме печь и гитару со стены позовем еще раз мы затопим в доме печь и гитару со стены позовем под какой мотив я не знаю эту песню что лучше гриль или сковорода гриль не знаю когда-то в прямом эфире вы здрасте наревелась и смотрю олю здрасте приехали писать что ли не хотела идти нечего реветь нечего реветь я сказала не реветь я ж не ревушу у меня курица тут не готовится никак слушайте по моему все да ой все готово дочь попова ага ляжка кровоточит ты якишкин городовой когда же ты приготовишься у меня даже солнце сгорит посмотрите прям кровь схрещет из ляжки так дело не пойдет я так не дружу с ним понимаете так мне не нравится я хочу чтобы она была сразу целая это что значит кровавая мэрия бы у меня была если бы я сразу ее сняла в духовку я не буду ставить так говорю еще раз и на этом закончим если я готовлю на гриле и причем готовлю первый раз на ней то я должна приготовить это блюдо полностью от начала и до конца чтобы понимать стоит ли в следующий раз мне вообще заводить эту шарманку и готовить например на гриле или ну его нахер и сразу я буду готовить в духовке понимаете а если я тут сначала метнулась в гриль потом метнулась в духовку потом думаю нет дай-ка я на сковороде пожарю на сковородку кинула потом думаю нет не доготовилась еще сварю на этом борщ то так меня не устраивает я хочу чтобы у меня было понятно готовится это или не готовится если она у меня херово приготовится так в следующий раз я просто не буду с этим заморачиваться понимаете смысл гриль покупалась не для того чтобы потом из гриля еще куда-то что-то ставить и как-то это пытаться приготовить она покупалась он для того чтобы поставил приготовил забыл вот для этих целей понимаете а кто вот я сейчас это например не сделаю мы не поймем через сколько она будет готова мы не поймем ни вы ни я следующий раз я захочу готовить и буду такая блин она же в прошлый раз не приготовилась и что делать а так и вы будете знать для вас это готовить и я буду знать стоит ли вообще или не стоит и сказать на кой оно мне тарахтело правильно вот видите да говорят для вас же стараюсь я бы могла вообще куда-нибудь в кастрюлю сварить мне вареное мясо тоже нравится но я же хочу понять вы же меня сами спрашиваете стоит покупать гриль или не стоит вот вам пожалуйста ответ на мой вопрос вот вы готовы сначала в гриль потом в кастрюлю потом в духовку потом еще в какую-нибудь штуку понимаете давайте хоть ее глянем снизу ладно стой живи пусть жарится еще минут 10 будет что она пишет сейчас пойдите посмотрю кто там а все блокирую эту извини пожалуйста ты в блок уходишь задолбала всех да температуру если убавить убавила температура убавила до 180 сначала была 230 сейчас сделаю вывод анализирую весь процесс вообще не надо было ставить на курицу нужно было взять и поставить ручной режим 180 и пусть бы она у меня поджаривалась медленно но верно 20 минут бы она была готова согласны вот видите может быть режим надо было сначала маленький поставить а под конец жару добавить да ну мы же с вами что сделали мы же выбрали с вами режим курица там же курица нарисована причем она нарисована не не частями а целиком туша куриная нарисована я им поверила поправьте ровно календарь давно так висит на нервы действует бумагу не кладем честно мне гриль не очень нравится уборки после нее куча все забрызгивает курицу долго готовить ну посмотрим снова здрасте здрасте с чем готовите курицу пока еще с хорошим настроением еще пять минут и с бешенством будем готовить понимаете идем вчера с магазином муж купил для гитары а эти купил для гитары струны мы выходим а уже это какие-то пятые струны например да уже какие-то по счету я говорю слушай у тебя никогда не было мечты взять просто и вот например взять и разбить гитару в пол такой на меня поморачивается нет гитаре два месяца я говорю да а у меня была мечта взять прямо как гитару показывают а в пол керачить потому что эти струны просто я умаялась уже их видеть как их покупают добрый вечер здравствуйте вот это к чему я к тому что если еще пять минут это курица не приготовится то буду я гриль наверное об пол давайте в фольгу на десять минут вроде кровь не течет все у меня в жиру чудесно запоминаем все в жиру курица шикарная была в цепаль ну может я понимаете во первых большая курица я говорила Виталь купи маленькую курочку но у нас же в магазинах только слоны продаются понимаете тут деликатных маленьких цыплят не найдешь если ты зашел купить курицу то получай целого слона деликатных курочек не бывает в ютубе нет трансляции потому что я и не думала что у нас здесь будет долгая трансляция видите низок-то подгорел вы меня спрашивали бывает ли у вас жарко дома вот пожалуйста подгорело конкретно все заворачиваем как многие говорят как надо делать и повернем и десять минут ждем напомните рецепт чебуреков пожалуйста да нет ни в коем случае вот вы человек который ищет рецепт ленитесь его найти хотя он есть на странице он есть в ютуб он есть в инстаграм он есть в тикток а я человек который еще вещает 945 людям и готовит при этом курицу а не чебуреки вы заходите и хотите чтоб я напряглась для того что нужно вам нет вы зайдете и найдете рецепт если он вам нужен если не нужен не ищите я не буду ничего напоминать я на память ничего не помню и отрываться от своего действия чтобы угодить вам я тоже не буду извините уже двадцатый раз напишите эти чебуреки хотя видео вот было вот недавно людям трудно зайти и посмотреть видео они хотят чтоб я персонально им сделала консультацию если вы хотите персональную консультацию по поводу чебуреков пишите мне пожалуйста в инстаграм час моего времени стоит 5000 рублей я вас проконсультирую оплата идет почасовая даже если 10 минут вы будете со мной общаться за час вы должны заплатить надеюсь все понятно объяснила если вы не хотите платить то видео есть на странице можете бесплатно его посмотреть напряжься 3 минуты сами все оставляем нашу курицу ждем вот все хотят сделать из меня секретаря личного не нервничать я не нервничаю я говорю человеку что нужно сделать не поняла я лучше в духовке приготовить согласна я не психую я говорю то что нужно сделать курочку говорит пожарили уже мы ее тут знаете как жарили так правда что напрягаться согласна господи я да я высокого мнения ты о себе мадам так ты здесь сидишь значит правильного мнения раз ты здесь сидишь еще и пишешь комментируешь значит все нормально у меня с моим мнением в школе часто дрались вы сейчас смотрите вообще-то на девушку а не на мужика немножечко не поняла ваш вопрос а вы долго сидели в тюрьме женщина та женщина которая мне задала вопрос часто ли я дралась в школе вы скажите вы сколько сроков отмотали в тюрьме что готовили на гриле курицу молчит непонятно почему не ответить на вопрос как вчера мы смотрели фильм помните зашла в ютуб и посмотрела ну правильно я же не могу сто раз одно и то же картошку жарить на разогретой плите ни в коем случае берете картошку чистите, режете кладете на пол оставляете на четыре дня потом заходите и едите все что ты хрень за тюрьму а что за хрень по поводу драки я не поняла а почему вам не нравится мой интересный вопрос это же просто вопросик ну просто дебильный вопросик мне можно задавать дебильные вопросики а мне нельзя задавать дебильные вопросики. Я тоже хочу задать вопросик. Почему нет? Курица была половина прям. Благодарю за подарок. Так, что мне надо сделать? Гриль хотела вам показать, как мыть. Сосиски, шпикачки на гриле хорошо. Так мясо, свинина какая вкусная на гриле. Надо было отбить курицу. Если бы я ее отбила, и она была потоньше, то она бы была супер. Как читать гриль? Аки книгу. Оля, где колпак? Слово, которое в ритм подходит, вот там. Поищите. Рыба еще вкусная. Кстати, рыбу мы так и не готовили. Надо тоже попробовать. Я тоже гриль купила. Курицу? Я больше не буду готовить курицу на гриле, только если отбитую хорошенечко. Первый блин всегда кумом. Ну, не всегда, но тут точно, да. Оля, как читать гриль? Еще раз задашь этот вопрос, ты будешь в блоке. Торты печете на заказ? На личные вопросы по поводу тортов отвечаю после 10 тысяч рублей на мой личный счет. Костю можно вытащить. Как мыть гриль? Ждем, пока она маленько остынет. Покажу, как я ее мою. Быстро. Это очень быстро, только надо, чтобы она чуть-чуть остыла. Иначе обожжетесь. Ну, не вы, а я. Какие вопросы вам задают? Такие нервы нужны. Да. Вымачивать. Если мясо на гриле готовить, его вымачивать. Ничего не вымачивала. А 50 тысяч не надо? Надо. Надо. Давай, кидай 50 тысяч. Ты чего? Это сегодня не в духе, что ли? Нет. Не, не до свидания. Не говорите мне прощай, не говорите. А лучше в блог сейчас вы уходите. Овощи на гриле тоже супер. Оля, у вас железные нервы, ей-богу. Да. Я сама еще не знала, что они у меня такие. Но как только я начала вести тикток, я сразу поняла, что у меня стальные нервы. Девушка имела в виду, как чистить гриль. Ну, не знаю, как написала, так я и прочитала. Прям в риф вы поете. Не говорите. Сейчас остынет, покажу всем желающим. Мозги бы взорвались от таких вопросов. Дайте посмеяться. Хорошо не будем. Сейчас сделаем. Жарили креветки на гриле. Супер. О, креветки еще можно. На все есть ответ. Курицу уже сделали. Вы пропустили ей, слава богу. Блин, говорит, я пропустила. Вы ничего такого супер не пропустили. Как чистить гриль? Сейчас будем это делать. Давно вас не смотрела, соскучилась. Добро пожаловать. Привет из Астрахани. Сейчас будем готовить. Ой, сейчас будем чистить. Подождите. Я умаялась. Прям понимаете. Все. Чай-то помою. Перчатки надо было надеть. Чеснок. А вот когда чеснок, когда печешь курицу в духовке, чеснок всегда запекается очень вкусно. Что не получилось, то оно сгорело. Здравствуйте. Привет с Красноярского края. Здравствуйте. Сейчас быстренько помоем то, что вам не нужно. Оля, вы во сколько встаете. 8. Где крем на тортик? В профиле. В YouTube есть. Жарь креветки и покажи. Ну, если я захочу, креветки сделаю. Вчера легла в 3 часа ночи. Мне вчера пытались взломать Инстаграм. Злоумышленники. Я с ними переписывалась. Колбаски. И сегодня это рассказывала в YouTube, что там пытались сделать, как пытались взломать. Хотите, переходите. За сегодня есть там видео. Посмотрите. Я стараюсь молчать, чтобы не дали по шее. Ну, друзья мои. Ну, понимаете. Вы же видите, на какие-то вопросы я отвечаю спокойно и без всякого. А на какие-то вопросы, которые заданы уже 150 тысяч раз, и на которые ответы сделаны уже 150 тысяч раз. Ну, повторяйте, 151 тысячу раз, и уже надоело, согласитесь. Ну, представьте. Вот вы себя поставьте на мое место и прикиньте, сколько раз я ответила на одни и те же вопросы. И реально надоело, да? Согласитесь. Немногие бы выдержали. Я даже вам больше скажу. Иногда я эфиры листаю, смотрю, как матом прям посылают. Смотрите. Я прям вижу, как матом разговаривают и матом посылают. Вы от меня прям маты откровенные. Ну, может быть, пару раз было, да. Капусту собираюсь сделать квашеную. Смотрю, кто вообще тебя смотрит, для кого ты делаешь прямой эфир, если кроме агрессии ты никак. Ну, давай, дописывай. Ты права. Смотрите, чаще не будет лишних вопросов. Я знаю ответы на все вопросы. Согласна. Согласна. Задали мне вопрос, кстати, на него я не ответила. Задали вопрос, смотрю ли я кого-то прямой эфир, конечно, смотрю. За солянку меня в блог в инстаграм. Да? Значит, вы написали там что-то, какие-то непотребства. Просто так, за мнение или какую-то критику, я никогда никого не отправляю в блог. А если вы написали что-то по типу бурда, говно, волевотина, да ты тупорылая, руки у тебя и жопы, конечно. Вы попали в блог, естественно. Естественно. И это не за солянку, это за ваш язык. И мне сказать, например, если вы сейчас скажете, что я это сделала без причины, я вам никогда не поверю. Никогда не поверю, потому что все в блог, особенно в инстаграм, попадают только по каким-то причинам. Если еще в тиктоке там их не отследишь, да, благодаря за подарок, то в инстаграме только вот понимаете, да, почему обращаются к вам на ты. И еще раз. Мне интересно, а почему обращаются к вам на ты? Может, я чего-то не понимаю? А как надо обращаться ко мне? Даже к Богу обращаются на ты. А вы считаете, что я что, выше Бога или что? Я не считаю ни одного человека выше Бога. Если я к Богу обращаюсь на ты, значит, я к любому человеку. Человек – это ниже Бога. Могу обращаться на ты, да. По поводу воды. За воду я сама плачу. Когда ты будешь оплачивать мои счета, ну, вода, электричество и все прочее, вот тогда и будешь мне указывать на то, сколько лить мне воды. Доброго вечера, с праздником женского счастья тебе. И вам тоже, кстати, дорогие мои друзья. Я вас поздравляю с праздником. Женского счастья вам всем, женщины. Будьте счастливы. Пусть ваши мужики вас носят на руках. Благодарю за подарки. И кормят вас хорошо. Благодарю за подарки. Спасибо. Ну что, гриль будем мыть? Здравствуйте. Точку сказано. Ну что, давайте покажу, как снимается. Может быть, оно маленечко остыло. Ольф меня заблокировал за то, что попросила спеть песню. Не блатную. Не блатную. Я даже такого комментария не помню, не сочиняйте. Вас тоже с праздником. Праздник женского счастья. Тебя поздравляю. Смотрю, у тебя уже год. Ой, снова у меня. Не пропускаю ни одного дня. Благодарю. У вас уставшие глаза. Эти глаза напротив. Горячие еще. Ну ладно, давайте. Жмем вот сюда. Достаем это. Жмем вот сюда. Вот сюда. Достаем это. Горячие беру тряпкой. Идем мыть. Гриль Редмонд. Горячо. Сейчас, погодите. Давайте протрем сразу там. Не говорите мне прощать. Не говорите. Все в жиру. Все в жиру у мамочки. Чтоб током меня не долбануло. Из розетки вырубила. Сейчас, погодите. Вот здесь достается, вам видно? Вот здесь достается то, что у нас жир, вот он натек. Убираем. Кстати, открывается она вот так. Это барбекю получается. На 180 градусов. Ну это так, к слову. Ну все, вроде здесь чистое. Не могу сказать, что прямо люто все в жиру. Легко все отмылось. Если каждый раз после приготовления протирать, то занимает это, сами видите, 2 минуты и все чисто. Потом на сухую протру еще раз тряпкой. Если постоянно протирать, ничего здесь такого, чтобы прямо грязно, как говорят, там, ну такого у меня нет с этим проблем. Добрый вечер. Спасибо, я поняла, охота сбито купить. Ну, видите, как хорошо. Электрическая. Оправдывает ли себя гриль? Ну, не знаю. Мне нравится. Какие-то вещи на гриль вкусно готовить. Мне свинина очень понравилась. Очень быстро, очень вкусно. Курица, вот не знаю, сейчас лежит, ждет. Моя кошка сказала, чтобы вы ее не беспокоили. А мыть, а сковородку мыть не надо? А духовку мыть не надо? Мыть все надо. Мыть все надо. А как, вы сковородки не моете? Или духовку разве вы не моете? Или кастрюли вы не моете? Моете? Ну, может, вы и не моете, не знаю. Может, духовку кто-то и не моет. Я таких людей тоже такие духовки видела, что там, по-моему, купили и готовят до изнеможения, пока духовка вообще полностью вся не станет черная. У меня любой предмет быта, любой, он моется. Будь то хоть духовка, хоть микроволновка, хоть кастрюля, хоть сковородка, все что угодно, это все надо мыть, и гриль в том числе. Гриль моется буквально вот, буквально моментально. Протерла 2 минуты саму гриль. Вот у меня уже это чистое. Мой гриль стоил 17 999. Вот нижняя часть, самая грязная. Лучше гриль помыть, чем духовку. А вот тут я склонна согласиться, потому что, когда я мою духовку, это просто ада в день. Я ненавижу это дело. Но я это делаю часто, чтобы еще больше ненавидеть этот день. Чтобы еще больше не ненавидеть. Потому что, если она становится очень грязная, то потом ее мыть вообще просто, ну, нет никакого желания. Хочется ее просто взять, выкинуть и купить новую поставить. Потому что, ну, часто мою. Эти в противник, ну, каждый раз, после каждого приготовления, как остыли, сразу мою. А именно духовой шкаф. Хотя у меня духовой шкаф имеет функцию самоочистки. Ставишь 300 градусов, влупендриваешь ей на всю катушку, и она сама очищается. Потом берешь пылесосик и пылесосишь. Но мне почему-то все время кажется, что она как будто бы не до конца чистая. Мне нужно, чтобы оттуда прямо отражение свое видела. Это старая привычка таких древних людей, как я. А еще мне нужно стекло помыть внутри, потому я и дверцу навернула. Перчатки забыла, да? Уже без перчаток мою. Все. Кстати, эти панели можно мыть в посудомойке. Мои, с моей, с моего грива. Можно мыть в посудомойке. Вот чистые. Сейчас покажу, как устанавливаются они обратно. Пока не ставлю, кладу здесь. Средства для духовки. Уникум. Что раз уже показывала. Прям показывала полностью весь процесс мытья. Можете зайти в YouTube в плейлисте «Уборка» посмотреть. Там и средства показываю, как я мою все. Склеивала на герметик. Все нужно разбирать. Да, такая же история. Ну что, ставим. Раз. Раз. Собрано. И сюда. Все. Готов. Вот и разобрала, вот и собрала. Быстро же, быстро. Так, видео не сняла. Сейчас, погодите. После гриля я свою курицу брала в фольгу на 10 минут. Ну, что могу сказать. Сочная. Сок с нее потек. Ну, наверное, готова. Порог с нее идет. Не знаю, как на вкус попробуем. Сделала для себя вывод. Больше на гриле не отбитую курицу готовить не буду. Надо пробовать, какая она на вкус. И надо отбивать. Все. Не понимаю, почему все время хотят что-то особенного. Господи, все же люди, и каждый делает. Привет вам за умер. Здрасте. И вас. Здрасте. А люди хотят, чтобы другие что-то делали особенное. А они не хотят делать ничего вообще. Добрый вечер. Здрасте. Все. Мы с вами закончили. Наконец-то. Я умаялась. Желаю вам хорошего вечера, друзья мои. Благодарю вас за время, которое вы со мной провели. Лимит слов закончился уже на сегодня. Все. Целую. До свидания. До свидания. До свидания. Да. До свидания. До свидания. Продолжение следует...